добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа разбор полетов меня зовут александр вальбан а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательные гости замечательные журналисты цвей зильбер и павел маргулян добрый вечер друзья известные издания некогда некогда известная газета теперь только портал от меня осталось интернет-портал вести сообщил об угрозе существования радио река статья которая была посвящена этой теме называлась река может исчезнуть источники вести не исключают такой сценарий там пишут следующее речь идет о сокращении нынешнего бюджета телекорпорации кан куда входит река бюджет их годовой сегодня 750 миллионов так вот этот бюджет собираются сократить на две трети существующего то есть почти ничего не останется насколько велика на ваш взгляд вероятность того что первые кого пустят под нож будет русскоязычная радио река в одном сказочном городе жили котенок фантик кошечка по имени мышка и их друг котенок тюбик ну да значит ну наверное я да когда бывший работ сотрудник радио река в гости ли радио потом почти годы продержался в корпорации кан ну ладно не будем сейчас даваться мои личные обстоятельства я по этому поводу могу сказать следующее для того чтобы закрыть радиостанцию совершенно необязательно всех уволите повесить на дверь замок можно снижать бюджеты и делать еще целый ряд всяких организационных действий пока от этой радиостанции уйдет слушатель как только слушатель ушел потому что то что там происходит с момента появления корпорации кан я не знаю у меня нет статистики и если эта статистика есть то ее очень прячут от общественного мнения то такое впечатление что просто слушатель тотально покидает эту радиостанцию просто никто ее не слушает я вспоминаю осенью прошлого года пресс-конференцию на которой нас пригласила русскоязычную прессу бывший министр абсорбции софа ландвер и в такой доверительной беседе of the record она сказала ребята что происходит на радио река я горит не могу понять всегда когда происходила любая мелочь я выступала по радио река были десятки звонков во все отделения министерства абсорбции тот говорит я 10 минут рассказывала про увеличение пособия на съем это очень важная тема и не было ни одного звонка вывод напрашивается сам по сам собой да то есть у меня нет статистики я не могу это доказать теперь по поводу бюджета у меня такое впечатление что самого начала появления этой корпорации делается все возможное невозможно для того чтобы эта корпорация денег вообще не зарабатывала радиостанция река когда она была в рамках гостелерадио зарабатывала 6 миллионов шекелей в год на рекламе это официальные данные которые публиковались с появлением корпорации почему-то появилась какая-то жесткая цензура которая абсолютно ничем не оправдана которая не имеет под собой никаких законных оснований то есть рекламодатель который приходит в кан с деньгами приносит свои деньги хочет дать рекламу должен принести целую кучу справок на таком уровне что вот вы говорите что у вас новый филиал открылся значит принесите копию договора какого числа он открылся если это открылось больше чем 4 недели назад это не считается новый филиал и то есть человек то есть чистом виде бюрократия и утверждение каждого рекламного ролика длится там месяцами поэтому на сегодняшний день на в корпорации кан практически нет частной рекламы реклама идет только какая-то официально от государственных каких-то учреждений министерств и ведомств в общем пиво оболонии иногда бывает слышу да я просто знаю историю сколько времени не утверждают эти ролики я могу вам сказать что там очень большая проблематика вы же понимаете что такой ролик международный да ты не можешь там изменить слово потому что это ролик который идет одинаковый во всех странах ну ладно не будем об этом в любом случае изначально когда они начали вот эту реформу чтобы закрыть гостиль радио говорили что гостиль радио стоит бюджета очень много так вот корпорация стоит больше больше даже после того как сократят бюджет теперь где-то когда это было практически год назад было заседание комиссии кнеста поле и абсорбции на котором меня пригласили я там присутствовал в качестве гостя там выступал даже отвечал на вопросы депутатов там был действительно поднят вопрос о том что есть некий конфликт интересов в том что один и тот же человек является генеральным директором радиовещания да это господин леора вербах и он же фактически является генеральным директором радиостанции рэка то есть он фактически должен сам у себя выбивать ставки выбивать бюджет это невозможно да то есть именно поэтому радио рэка оказывается в таком положении о чем вы собственно и говорите что если начнут сокращение в первую очередь начнут сокращать там да потому что интересы рэки некому отстаивать никто не будет за ним биться да никто не будет доказывать когда я работал в гостеле радио у нас было 17 с половиной ставок на все вещами 17 половину когда-то было же ручая продюсеров да сейчас 12 еще несколько фрилансеров да я не считаю все эти там половинки четвертинки если еще сократить бюджет я просто не представляю себе как дальше они смогут продолжать вещание хотя бы на том уровне на какого на сегодня происходит паш я бы с удовольствием тебя спросил о том возможно ли такое на первом радио когда реклама утверждается по несколько месяцев я думаю такое нереально это был бы риторический вопрос поэтому я спрошу о другом согласно публикациям в различных средствах массовой информации говорится о том что в ходе вот тех коллекционных переговоров которые сегодня ведутся вопрос сокращения бюджета КАН находится якобы на одном из первых мест и при этом на сокращение этого бюджета настаивает партия ликут почему партия ликут на этом наставит паш у тебя есть объяснение смотрите но мы с момента возникновения КАН с первых дней его существования видим борьбу общественной корпорации и правительства вы знаете что было несколько попыток противостоять тому КАНу как оно в новом виде была попытка разделить актуальную редакцию от общей редакции потом успокоилась немножко по нескольким причинам богатся это дело было передано в богат его он не рассматривал потом наступило евровидение и валить КАН как бы до евровидения стало неудобно сейчас через две недели евровидение закончится сформируется правительство и она будет опять начнет я полагаю опять начнет на атаку на корпорацию почему потому что наверное их не устраивает но в первую очередь первый канал телевидения я вот смотрю последний год первый канал постоянно поставляет какие-то скупы из расследований о делах на танияву там мати гелат есть который у них специально занимается этим делом это не самая лицеприятная информация о нашем главе правительства я думаю что это инициатива идет оттуда и вот это я не знаю насколько верно потому что я не представляю как можно я хочу напомнить что КАН создался в результате реформы для сокращения расходов предыдущий Решут Эшедур то есть у него и так меньший бюджет чем и Решут Эшедур и сейчас от него забирать две трети или даже половину я не представляю как это возможно может быть это просто угроза что ребята ведите себя по-другому иначе вам будет плохо но если дело дойдет от угрозы дойдет до действительности то получится лес рубят щепки и летят и Река может пострадать одной из первых в этой борьбе конечно я хотел друзья вам зачитать один документ дату я не называю пока я в конце назову дату процитирую лидер партии Наш Дом Израиль министр обороны Виктор Либерман на свидании правительства посвященному вопросу и организации корпораций общественного вещания выступил в защиту радиостанции РЭК он подчеркнул что проблема радиостанции которая является главным источником информации для миллиона репатриантов осталась без внимания и подобная ситуация совершенно недопустима Виктор Либерман потребовал перевести радио РЭКа в создаваемую корпорацию новостного актуального вещания расширить режим вещания на русском языке до 24 часов в сутки увеличить количество ставок как минимум в три раза конец цитаты это датировано 20 заседание правительства состоялось 23 апреля 2017 года ровно два года назад сегодня РЭКи забыли в чем дело Цвик я кстати хотел прокомментировать то что ты сказал да пожалуйста когда было гостелерадио был телевизионный налог поэтому бюджет гостелерадио складывался в основном из этого теленалога сейчас бюджет корпорации он не меньше чем был бюджет гостелерадио по моему даже немножко больше и он весь полностью идет из государственного бюджета и рекламы там доходы от рекламы самые-самые минимальные единственное что государство время от времени подбрасывает типа там права на трансляцию чемпионата мира там и так далее подбрасывает какие-то там куски для того чтобы корпорация как-то могла поддерживать свой платежный баланс теперь по поводу заседания правительства у нас всегда как бы все что происходит все что касается русской улицы первый вопрос мы задаем Либерману но вот эта чудовищная реформа гостелерадио это творение рук Ликуда в чистом виде это господин Ирдан который по каким-то причинам есть одна версия что это было сделано потому что Сара Нитаньяо потребовала убрать из эфира Керен Нойбах есть такая версия я не буду ее тут развивать но в какой-то момент Геладердан решил по каким-то своим причинам что он закрывает гостелерадио а он сказал что надо разделить радио и телевидение вот была его ультимативная причина что мне не дают это сделать это сделать по закону невозможно почему потому что профсоюзные структуры когда был единственный государственный телевизионный канал в Израиле у которого было 99% рейтинга те кто работали на радио они хотели показываться по телевизору поэтому они настояли на принятии целого ряда законов действительно было невозможно разделить радио и телевидение но таких же не разделили в итоге в конце реформы их не разделили но первоначально он сказал надо отделить радио и телевидение почему потому что радио у нас хорошее а телевидение у нас дармоеды которые расходуют львиную долю бюджета это бездонная пропасть куда все деньги уходят и разворовываются и так далее потом когда он это объявил он испугался сам себя испугался того какой он смелый наделал штаны извините и побежал к Итану Кабелю почему чтобы его не критиковали значит мы типа вместе с левыми будем делать эту реформу Итан Кабель сказал а дорогой раз ты ко мне пришел давай мы начнем с того что оградим корпорацию от политического влияния и действительно корпорацию оградили от политического влияния но оградили её настолько потому что в Ликуде же думали что да мы оградили от политического влияния деле же мы все равно мы мы же будем назначать оградили от политического влияния когда в ликуде поняли что на самом деле оградили от политического влияния тут начались вот эти все комбинации мы решет беты радио река мы переведем будет отдельная новостная корпорация будет отдельно то это все было абсолютно бездарная безобразная игра и я очень надеюсь что это в свое время станет объектом расследовании госконтролера и так далее так же так как делается эта реформа я просто вот за мою 30-летнюю жизнь в израиле ничего подобного и форма я согласен на виноватом но два года назад вот я процитировал это взято с официально два года назад я где-то ставки которые говорили в три раза больше где-то 24 часа два года назад я разговаривал по телефону с робертом и латовым ну я никогда никого не записываю да но я просто могу передать содержание этого разговора точно уже точно мне давид бетан пообещал он меня не кинет он мне пообещал что на радио река русскоязычной будет 28 ставок 28 полных ставок будет на русскоязычным радио рек когда радио река вместе с решет бэк перейдут вот в эту новостную корпорацию который так кинули 30 часов я тогда я тогда про себя подумал когда ликут кого не кидал не трудно было вспомнить такую ситуацию да ликут пообещал но и латов говорит он меня не кинет я тебе обещаю он меня не кинет но в результате вот не получилось вообще ничего да то есть можно ли в этом обвинять ли бермана я думаю что он на самом деле действительно пытался радиостанцию река спасти и вся его и много раз спасал и законы принимала парк проводила партии и которые в каких-то ситуациях спасали радио река но насколько я понимаю в прошлом коалиционном соглашении был пункт о том что вот эта реформа гостелерадио находится исключительно в ведении ликуда и партии индей не имеет слова вот именно касаться относительно этой реформы то есть там было слово было же но слово паша как ты прокомментируешь значит политические я комментарий такой значит две части по поводу реформы гостелерадио она давно должна была быть сделана стране это реформа это была седьмая или восьмая попытка за последние 20 лет лет их переорганизовать потому что была трата кпд нашего решу ташу дур был очень низкий по сравнению с коммерческими каналами это так сейчас еще ниже я напомню что реформы гиля дэрдана который поддержал я и лапита поддержал на первом этапе бениамин а таньягу потом он сошел я напомню вам его знаменитую фразу когда он пошел назад по поводу этой реформы он сказал я пропустил это дело из-за операции цукай там просмотрел так сказать эту реформу была такой фраза значит по поводу вот этой свежей информации информация два года назад нет вот то что вести опубликовал вести опубликовал это вчера или поздно буквально два дня тому назад и возможно это был какой-то сигнал партии нды и о том что может быть стоит этот вопрос включить в коалиционные соглашения то что еще два дня прошло и реакции пока рано ждать я надеюсь что это на самом деле будет сигнал тем более что там среди депутатов сейчас наш коллега фактически бывший евгений сова это вообще его тхум то что называется это его область профессиональная и может быть увидев такую информацию либермана во время коалиционных переговоров с ликудом спросят отчет у вас там за планы по ничем приношенном делал что хотите но вот реку не трогайте и вот я надеюсь что будет какая-то реакция но мы посмотрим естественно будет ли какая-то реакция будет ли включен этот вопрос коалиционные соглашения и тоже действительно в этой статье о которой мы говорим там написано что сотрудники радио река неназванные возлагают особые надежды на евгения сову мы его сегодня хотели пригласить приглашали его к нам в эфир он не смог сославшись на занятость прийти вполне возможно у меня вопрос к вам насколько оправданы вот те надежды которые возлагают на конкретного на одного депутата сотрудники радиостанции рэка цвит причем уважаемые к евгению сове я не думаю что эта проблема которая может решиться на уровне одного депутата абсолютно нет я было уже бесчетное количество заседаний комиссии кнесса поле абсорбции что вообще это беззубая комиссия там было несколько депутатов которые защищали да да совершенно верно я думаю что действительно это вопрос который может быть включен в коалиционные соглашения может быть включен но без реструктуризации опять же ты не можешь точечно помочь именно радиостанции рэка да ты не можешь увеличить бюджет радиостанции рэка поскольку его не существует есть бюджет общий бюджет радиовещание которому распоряжается заместитель генерального директора по радиовещанию, да, и сам распределяет, сколько дать РЭКи, а сколько дать другим радиостанциям, да, то есть я не знаю, я думаю, что должна быть не какая-то реструктуризация для того, чтобы помочь радиостанции именно русскоязычному вещанию, для этого, разумеется, должна быть какая-то политическая воля, да, будет ли это в коалиционных соглашениях, посмотрим, время покажет, но в любом случае... Ты знаешь, я тебя перебью, мне очень хочется надеяться, что партии Наш Думы Израиль посмотрят, в том числе, эту программу и задумываются о том, что может действительно этот вопрос включить в коалиционные соглашения, потому что то, что предлагается сейчас в коалиционных соглашениях, там этого пункта нет. Да, ну там немало других важных пунктов. Я не... Да, согласен, но тем не менее... Потому что на сегодняшний день радиостанция РЭКи уже не является одним из основных источников информации для новых репатриантов. Давайте не будем вводить себя, и никого не будем вводить в заблуждение, это уже давно не так, и в том виде, в каком оно существует, когда извещания исчезли ключевые передачи. Ну, не выпуски новостей, ну, хорошо. Музыка старая, ну, хорошо. Паш, что там? Ну, смотрите, я, конечно, не думаю, что если Ликут решил наступать на... Прижать, скажем так, корпорацию КАН, то это такой асфальтовый каток, против которого очень трудно противостоять Евгению Савье одному точно. противостоять может Либерман, потому что мы видим, какую жесткую позицию он занял в некоторых вопросах в преддверии коалиционных переговоров, которые сейчас вот идут фактически. И у меня, я просто повторюсь... Ты хочешь сказать, что два года назад его позиция была не столь жесткой? Два года назад он стал министром обороны, и, возможно, ему стало не совсем до радиорека, хотя Софа Ландвера автовала. Но то, о чем мы говорим, было заявлено им как министром обороны на заседании правительства. Ну, значит, это доказывает то, что вот тому катку, который накатился тогда на корпорацию КАН, в лице, в первую очередь, наверное, премьер-министра и его приближенных к партии Ликуд, очень трудно противостоять. Но мы знаем, что в принципиальных вопросах Либерман может противостоять. Вот я просто вместе с вами хочу выразить надежду на то, что вот благодаря этой информации в Вестях или прочитают ее, или посмотрят нашу программу, и на коалиционных переговорах этот вопрос будет... То есть, какие-то обещания от Ликуда письменные желательно надо будет взять по этому поводу. Хотя и письменные тоже не выполняются. Последний у меня к вам вопрос, он не связан с публикацией в газете Вести. Не кажется ли вам, друзья, что в последние несколько лет осуществляется целенаправленная, ну, скажем так, стратегия по выдавливанию русскоязычных средств массовой информации из медийного пространства Израиля? На мой взгляд, доказательств тому очень много, начиная от публикации в юридской прессе о том, что в русские СМИ незачем давать рекламу, и заканчивая тем, что закрытие газеты Вести той же самой. — Ну, смотрите, закрытие газеты Вести вообще непонятный шаг концерна «Идиот Хронот». — Совершенно. — Ну, то есть, понятно, то есть, им по одному месту, скажем так, закрыли, у них есть интернет-портал, значит, газета не нужна, они так решили. Но я могу сказать, вот, если взять с большой резолюции, если, да, то сегодня при наличии огромного информационного потока, который есть у каждого из нас, и аппликации по радиостанциям, и Фейсбук, и так далее, власть придержащие могут это делать, знаете почему? Потому что они могут это делать. И русскоязычный репатриант, судя по всему, не выйдет на улицу с демонстрацией протеста против закрытия того или иного СМИ, потому что мы предпочитаем воевать, сидя у компьютера на диване и возмущаться там же. И поэтому, почему они так делают? Потому что могут, вот такой мой ответ. — Сик. — Я не склоняюсь к тому, что во всем надо рассматривать некую стратегию, которая исходит от политиков, что вот есть некий заговор для того, чтобы прикрыть русскоязычное вещание. — Давай я вот вставлю как раз. Я согласен с тем, что нет заговора, но если будет вопрос бюджета, вот это вопрос вам закрыть русскоязычное вещание или вещание на амхарском языке, как вы думаете, политики, они знают, что устроит представитель эфиопской общины, если их немножко поразят в правах. — Есть же закон о вещании, в котором точно прописано, на каких языках должно ввести священие. Но я же… — Есть много законов, их можно понимать. — Я еще раз повторю то, с чего я начал сегодня, свой первый тезис. Для того, чтобы закрыть радиостанцию, не надо ее на замок закрывать. Сделайте так, что у нее не будет служить. Или все. И вопрос решен. — Это уже один из путей выдавливания. — Совершенно верно. Никто не обязательно закрывать студии. — Набрать профессионалов, короче. — Набрать непрофессионалов, студентов, полуставочников. Как это делается сейчас в корпорации КАН, не только, кстати, на вещании, что касается вещания на других языках. Но такая политика, возможно, это просто какие-то попытки сэкономить бюджет тут и там. Но нельзя быть наполовину тут и наполовину там. То есть, либо вы государственные, некоммерческие получаете деньги от государства, либо вы коммерческие снимаете ограничения, начинаете собирать рекламу, как положено, и переходите на самоокупаемость. То есть, нельзя быть наполовину здесь, наполовину там. — Спасибо, друзья, за этот интересный, откровенный разговор. Ну и очень хочется надеяться, что действительно то, о чем мы говорили, прежде всего о коалиционных соглашениях, нас все-таки услышат. Это, может быть, действительно все-таки поможет радиостанции РЭКа, в каком бы состоянии она ни находилась. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч.